Всем привет! Сегодня с историей будет от подписчица, буду отвечать на письмо девушке. Если вы считаете, что такие видео полезны на моем канале, ставьте лайк, распространяйте видео в соцсетях и давайте приступим. Галя, здравствуйте! Большое спасибо за ваш блог, это очень интересно. Я бы хотела поговорить с вами на очень важную тему для меня и послушать ваше мнение. Меня зовут Ирина, мне 37 лет. Я разведена, у меня есть ребенок и материально я ни от кого не завишу. Есть все для жизни. Около года назад в игре, где общаются люди из разных стран, я познакомилась с турком. Мы общались по игре, он задавал личные вопросы, но я не обращала внимания. Месяц назад внезапно завязалось каждодневное наше общение, обмен фотографиями, видеозвонками. И тогда же из его соцсетей я узнала, что он женат. Мужчина красивый, умный, мы общаемся на английском и русском языке, понимаем друг друга. Все закрутилось очень быстро. Он сразу же сказал, что он меня любит, прислал цветы. Через две недели после знакомства он купил билеты и сказал, что нам нужно лично с ним встретиться. У него брак номинальный и он не видит причин, почему нам не увидеться лично. Я согласилась. И вот в эти выходные мы увиделись. Провели вместе три дня. Думаю, это лучшие выходные в моей жизни. Он говорит, что хочет быть со мной. Сказал, что снова прилететь через две недели, знакомиться с моей семьей. И что вопрос с разводом, всего лишь вопрос времени. В сентябре же я поеду в Стамбул уже к нему. Я взрослая женщина, нахожусь в полном замешательстве. Действительно ли турецкий мужчина может понять и развестись со своей женой? Зачем ему вкладывать столько времени и денег в путешествие к женщине в другую страну тогда-то, если нет каких-то там чувств? Простите, если сумбурно пишу и выражаю свои мысли, буду очень рада вашему ответу. Я там девушке уже сразу написала немножко и вам сейчас поподробнее расскажу, что я ей посоветовала. Всем привет! Я вас всех приглашаю на участие в моем марафоне по отношениям мужчин и женщин. Марафон будет у нас длиться, как всегда, 4 эфира в месяц. Также у нас будет поддержка чат для общения в WhatsApp, где вы можете задавать свои вопросы, делиться тем, как у вас идет течение прохождения марафона, выполнение заданий психологических, которые я даю в эфире, обсуждение их, поддержка, самая главная поддержка других девушек, кто в этом сообществе состоит в чате. И, естественно, я всегда даю свои комментарии в чате, отвечаю на ваши вопросы. Вы можете туда писать ваши индивидуальные вопросы по поводу ваших каких-то конкретных ситуаций или что возникает во время выполнения этого марафона. Ну, о марафоне самом, да? Первый эфир у нас стартует 2 сентября. Эфиры будут по четвергам. 4 эфира, 4 разных тем. Вы узнаете в ходе марафона, что такое здоровые отношения между мужчиной и женщиной. Почему у меня срабатывают установки не на тех мужчин, или я попадаю не в те, в проблемные, трудные, сложные отношения с мужчинами, и каждый раз нахожу одних и тех же, с которыми не получается. Также у нас будет обязательно затронута тема токсичных отношений, причины этих токсичных отношений, вы узнаете, как в них не попадать. Также тема будет затронута того, а как идеальный, как мне встретить идеального мужчину, образ этого, я помогу вам создать образ этого идеального мужчины для себя, как этому образу прийти и встретить по этому образу и подобию своего идеального мужчину, который вам будет подходить. И также, а как, когда я встретил идеального мужчину, как сохранить эти отношения, как правильно взаимодействовать, где расставлять личные границы, где заканчивается мое «я» и начинается наше общее с ним. Вот эти все важные вопросы будут на нашем марафоне, который продлится 4 недели весь сентябрь. Со 2-го числа стандартует наш марафон. По поводу оплаты. Стоимость марафона 2000 рублей, как и в предыдущий раз. Девочки остались очень довольны, им понравился результат. Мне это очень приятно, и поэтому по их запросу, по сути, по их желанию, я написала и второй марафон. Я оставляю свою почту под каждым видео. На почту вы мне можете написать просто письмо с темой письма «Марафон отношений». И напишите «Я хочу участвовать». И я вам вышлю инструкцию по поводу оплаты и участия в марафоне. Все очень просто. Внести оплату можно в течение всего этого месяца. И также после старта марафона еще несколько дней в сентябре. Потому что вы можете все равно подключиться и в записи посмотреть парочку первых эфиров. Подключиться потом все равно тоже можно будет. Спасибо всем за внимание. Теперь переходим к просмотру. Итак, смотрите, это однозначно письмо от человека, который только попал в такие эмоциональные качели. Турецкие вот эти отношения, красивые жесты и так далее. Я буду рассказывать сухо, по факту, на что бы вам обратить внимание. Я уверена, что девочки в комментариях напишут вам дельные советы. Они у нас тут уже прошаренные в теме. Знают, о чем говорят. Я думаю, что со мной все согласятся. И еще что-нибудь другого добавят поподробнее, скажем так. Смотрите, что хочу и считаю важным отметить, что когда вот он с вами разведется, покажет вам документ о разводе, тогда и можно говорить о знакомствах, о каком-либо там переезде, о любви можно и раньше, там чувства, это все понятно. В общем, зачем вообще подумать, ему нужен этот номинальный брак? Почему? Я бы позадавала вопрос, если ты до сих пор не развелся, когда ты разведешься, если у тебя со мной все серьезно, окей, подавай на развод. В общем, я к тому, что очень это напоминает балабойство многое. Что за этим? Если как бы он искренне, окей, это классно, но сколько историй, все так начинают и говорят, что они там разводятся, на самом деле выясняется, у него, когда он со мной встречался, жена уже была беременна или вообще родила еще одного ребенка. Это все вылазит потом уже, когда вас, скажем так, окутали в свои чары сети, вы влюбились и уже жалко терять. И этот чемодан без ручки тяжело тащить, а бросить жалко, и он уже и не разводится, и какие-то обещания уже другие, да, идут, ничего там по сути не обещают. В общем, история может такой оборот принять не очень приятный. Так что, мне хочется отметить в такой момент, он собрался вообще, знаете, вам что нравится? Я вижу, что вас взяли в оборот, что вам тратятся на внимание, на поездку, говорят, он не сразу сказал хорошие слова, что он любит и так далее. Это внимание то, которого вам не хватало. Это классно, что вы нашли человека, который это дает, но вот это чувство эйфории, получение то, чего вы так давно хотели, внимание, заботы, любви и ласки, оно вам может закрыть глаза на факты зрелые, конкретно на что он смотрел, о чем я сегодня хочу и напомнить, сухо и по делу. Первое, я бы что сделала, да, я бы сказала, дружок, ты будешь с моей семьей, с моим особенно ребенком знакомиться, когда ты разведешься. Пусть это будет не скоро, но подавай документы на развод хоть с завтрашнего дня, тебя же никто не останавливает, тебя же номинальный брак, в чем проблема? Вот подавай документы, а когда ты разведешься, тогда ты познакомишься с моими родными семьей, они вообще узнают о твоем существовании, и ребенок с тобой познакомится. Потому что вот так трындеть, по ушам ездить о разводе может каждый, документы предоставить может вообще не каждый, да, маленький уже со всем процент. Вот докажи мне, что ты не обманываешь документами о разводе конкретными, тогда ты получишь доступ к моей семье и к моему ребенку. Поверьте, вот мужиков вокруг навалом, не только турки, вообще других национальностей, мужчины, да, если может у вас там в стране кто-то в вашем городе, где вы живете, может быть рядом, вы что, вы каждого второго будете с семьей знакомить с ребенком, особенно с ребенком, вы как его представите? Это мужчина, которого я люблю, а ребенку вообще надо знать всегда, кто кого вы вообще посвящает ребенку свои отношения. Вот на мой взгляд, и как психолога взгляд, детей надо своих знакомить только с теми избранниками своими, за кого вы собрались замуж, за кого, с кем вы узаканиваете отношения, с кем вы собираетесь жить совместно, с кем вы видите конкретно, не просто так когда-то там что-то, будущее свое конкретное. То, что он потратил деньги, прилетел, это классно, но это не гарантия его серьезности. Его серьезность это законченный бракоразводный процесс. Вот с этого и будете плясать. Так что, может быть, это женщина, которая боится потерять мужчину, скажет, ну ты что за фигню предлагаешь о разводе сначала документы, а потом с семьей знакомить. Это, мне кажется, классно, очень суперски. Как раз долго затянется эта история, вам будет долгое время узнать его получше, поближе его качество, характер и поведение. Посмотреть, знаете, и пуд соли съесть, и порадоваться где-то. Проблема же вот этих отношений на расстоянии, что мы видимся редко, в моменты наших встреч все классно, шикарно, все очень хорошо. С пуд соли мы не съедаем. А соль когда начинается? Когда мы съезжаемся, начинается бытовуха, и всплывают вопросы и по деньгам, и по работе, и бытовые моменты, и аренда квартиры, или питание, и вся вот эта история бытовая. Это же пуд соли, по сути. В эйфории, на расстоянии жить, конечно, удобно, классно, мы встречаемся. Наши глаза влюбленные не видят реальности. А если видят, очень часто мы сами готовы себя обманывать и обманываться, не специально не замечать то, что есть на самом деле. Вот я здесь, по факту, из коротенького письма девушки прекрасно вижу, что она не размышляет вот в таких категориях, и что дальше? В плане, она вот уже в письме притягивает. Я вот в вопросе в своем, что за смысл тогда ему был, да, если он не серьезный платить деньги за путешествие, тратить на меня время, цветы там дарить и тому подобное. Ну, ему нравится девушка, ну, он хочет обхаживать. Ну, вот у него, например, есть, он финансово, скажем так, независим, а-ля, да, у него есть деньги, но даже если он, например, условно, у него в семье все хорошо, он ищет себе любовницу или нашел там, влюбился и так далее, то, короче говоря, есть деньги, прелесть, а чего бы нет-то? И понимаете, вот в этом запросе, как психолог, я вам скажу, вы уже себя принижаете. А что, меня можно любить? А что, я достойна? А я достойна вот этих каникул, его приезда и трат на меня? Вы в себе не уверены, проблемы в вашей самооценке. А женщина, а у вас нормальная самооценка сказала? Ну, да, приезжай, познакомились, ах, ты женат. Вот мы так классно с тобой время провели, а теперь, дружок, я тебе что скажу? Позвращайся домой, разводись, когда разведешься, я жду тебя снова. Ну, знай, ждать я буду недолго, потому что я девушка популярная, у меня проблем с ухажерами нет, пусто, как там, святое место пусто не бывает. Вот так поведет себя человек со здоровой психикой. Когда женщина или мужчина увидит преграду, а-ля там, какие-то проблемы, либо вот человек в браке находится и так далее, а к тому, что влюбиться замужнего, женатого, это нормально, это не, скажем, как говорится, сердцу не прикажешь, может быть, действительно, там, плохие отношения в браке и там, всякие моменты, но вот оно может быть, две половинки, это окей. Но как себя человек ведет в этот момент, что он предлагает? Здоровый человек скажет здоровой психикой мужчина или женщина, вот разведешься, у нас тогда начнутся отношения, потому что априори соглашаться на второе место, это низкая самооценка, да, если мы психологию берем, это я на втором месте, это невротические отношения, больные, которые, скажем так, уже предпосылки на страдания, на неразделенную любовь, это вся история, это же боль, любовь равно боль выходит из этого, да? Здоровые отношения, когда мы не через преграду начинаем, а с взаимной и обоюдной симпатии, вот так скажу, а не то, когда кто-то кому-то не милый, кто-то кого-то завоевывает, вот это завоевание, это вообще тоже не очень здоровая история. Дальше, а если отношения мужчина женат и он влюбился, он тоже по-честному, со здоровой психикой, он должен расставаться в отношениях, заканчивать то, что есть и начинать новое, по-честному. А когда начинается перепрыгивание на двух стульях, как мне удобно, ой, а мне там квартиру не хочется, имущество делить, а что-то надо подождать, а мне терять? Ну, дружок, оставайся тогда с этим, ничего не теряй. На двух стульях, двумя половинками поп, не удастся тебе усидеть. У тебя в любом случае, если ты хочешь менять свою жизнь, ты говоришь, я полюбил другую женщину, тебе придется априори что-то терять. А если ты терять не хочешь, ну, тут дружок тогда, и не влюбляйся, да, не говори об этом, не ищи себе какого-то другого человека. И к тому, что влюбиться можно, это окей, нормально так бывает, но как себя человек ведет, когда влюбился, какие у него действия, если он не свободен, это уже вот оно. Это и есть показатели его поведения и конкретных действий, чего от него ждать, серьезно это или нет. Поэтому в таких ситуациях я бы ни в коем случае без каких-то конкретных пока действий, фактов, не просто приезд и подарки, вот разведешься, вступишь в мою семью, я буду с тобой знакомиться, я буду показать того, что она с тобой серьезно, я буду в тебе уверена и так далее. Вставать в роль любовницы и типа давать там время, ну, по психологии, это уже нездоровая, честно говоря, ситуация, когда ты себе такое место отчерчиваешь, это твоя низкая самооценка, ты на это согласен. Если ты сейчас прогибаешь, если согласен на место любовницы, на роль вот эту, то и дальше он тебя будет прогибать, эта роль затянется, ничего не изменится, то есть если ты отказываешь, ты отказываешь сразу, у тебя уже нет вот этой мысли, а может быть, а может подождать, ты ждать не будешь. У тебя высокая самооценка, ты не боишься отказывать, у тебя есть личные границы, и ты говоришь мужику так-то так, дружок, я тебя люблю, ты классный, замечательный, но мы с тобой будем, когда ты будешь свободен. Все. Тема закрыта, тут даже никаких обсуждений, домыслов не может быть, оправданий и тому подобного. Если у вас в голове такой установки нет, вы готовы подождать, это вам сигнал. Первое, у меня низкая самооценка, второе, я готова на невротические больные отношения, третье. Ну, может, это со временем, многие же женщины, да, остаются на такой позиции любовницы, потом у них что-то выгорает, я имею в виду, это дело каким-то образом выгорает, там, разводятся каким-то, кто-то каким-то макаром, а сколько это страстей, слез, соплей, никто не знает, да. Можно, а-ля, там, добиться этого мужика, досидеться, дождаться вот с этой позиции любовницы, перейти в позицию жены, а оно надо. Если тебе изначально уже нет гарантии, что он к тебе потом так не поступит, и потом еще одну любовницу не найдет, и уже тебя будут изживать, и смотреть, как от тебя отказаться, чтобы ты отстала и тому подобное. Вам это надо? С чем это вообще ввязываться? То есть это показатель отношений определенный. Я вот так могу это прокомментировать. Так что девушке, я сразу дала к письме рекомендацию, сейчас повторю. Вот пока не разведется, с ребенком вообще никак не знакомьте. Ни в коем случае. Вы что, каждого мужика будете приводить и знакомить? Вам надо? Ребенку это травма каждый раз. Знакомим только с тем, с кем надежно будущее. Планируем прям выходить замуж. Прямо перед свадьбой, когда серьезные отношения, тогда знакомят. С семьей, с родителями точно так же. Давать шанс ему или нет? Ну, сейчас смотрите, я вам разложила все. Как вы считаете? Если у вас здоровая психика, вы себе знаете цену, то вы не будете давать, у вас не будет мысли давать этот второй шанс. Если вы ему действительно понравились, это серьезный мужчина, и то, что он вас там любит и дает какие-то обещания насчет будущего, то продолжайте общаться, но с условием. Давай, начинай бракоразводный процесс, я жду. Или вообще в идеале, вообще, конечно, закончишь развод, тогда и приходи. Ждать я буду недолго, я занята. Так что в своих как бы интересах побыстрее это закончить. Поэтому вам делать выбор. Посмотрим. Девочки, пишите комментарии. Тем, какие животрепещущие, многие в это попадают. Есть вам что посоветовать. Посоветуйте, девушки, выход из этой ситуации, как себя правильно повести. Я всегда свою почту оставляю в инфобоксе под видео. Пишите комментарии на нее в плане. Пишите на почту ваши истории для таких публикаций, ответов в видео, для разбора видео. Можете написать теме письма, история. Если записаться на консультацию ко мне как к психологу, пишите в теме письма, консультация. Я всем всегда отвечаю. Если вы присылаете историю для разбора видео, какое-то время нужно будет подождать публикации, потому что очередь там из тех, кто написал ранее, до вас есть. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев к этим видео. Всем пока.